Доброе утро! Ощутить величие Кавказа в каждой картине. В Институте культуры и искусств Качегууме Умара Алиева работает выставка «Южный модерн». На ней представлено около ста работ авторов из разных уголков Северного Кавказа, а также Москвы и Севастополя. Данная экспозиция призвана отразить современные культурные процессы на Кавказе. В мир изобразительного искусства окунулся и наш корреспондент Алихан Лепшоков. Здесь каждый может насладиться культурным многообразием Кавказа через удивительные работы художников. На выставке представлено около ста работ – живопись, графика, декоративно-прикладное искусство, скульптура и фотографии. Данный проект, задуманный как многолетний цикл, призван исследовать и отразить современные культурные процессы через призму изобразительного искусства. «Разные жанры, разные техники исполнения, разные тематики, они, конечно же, и разные школы, конечно же, они обогащают наше представление о нашем искусстве, в данном случае о южном модерне, да? И я думаю, что это будет очень полезно и для студентов наших, непосредственно специализирующихся в изобразительном искусстве, а также для всех любителей. А те, которые случайно попадают, тоже станут любителями и ценителями высокого искусства». Автор данного проекта, который собрал все эти работы, почетный член Российской Академии Художеств Александр Рубец, подчеркнул, что в этих работах прослеживаются характерные черты модерна, пропитанные духом юга, яркими красками, глубокой эмоциональностью и неповторимым кавказским колоритом. «Здесь представлены работы художников Юга России со всех регионов. В выставке участвуют художники разного уровня, и академики, народные художники, и те, кто начинает свое творчество. Здесь разнообразие и стилей, и техник, и, конечно, это получается такой срез нашего творческого такого художественного процесса Юга России. Выставка получилась очень интересной, разнообразной, она привлекает большое внимание». «Нам приятно в стенах нашего института проводить такую выставку, и мы уверены, что наши студенты получат возможность своими глазами увидеть мастерство именитох художников Кавказа», – отмечает директор Института культуры и искусств КЧГУ Наталья Кириченко. «Студенты, школьники, просто жители города сюда приходят, у них есть возможность сюда вернуться, пережив, скажем, ночь или несколько дней с впечатлениями от какой-то работы, еще раз на нее посмотреть, и эта работа раскрывается по-новому. И тем самым получается, душа человека, она и отдыхает, и развивается. Как раз те самые моменты, которые часто не хватает». Для нас это прекрасная возможность оценить творчество настоящих мастеров изобразительного искусства, и мы остались под глубоким впечатлением от увиденного, уверяют студенты университета. «Мы немножко помогали с организацией, и еще вчера была волна, буря эмоций. Это все очень необычно, особенно работы, которые сделаны из горячей эмали и меди. Мне очень нравится, что есть возможность увидеть не фотографии и так далее, а подойти вживую, посмотреть, как эту технику выполняли». С выставкой «Южный модерн» может ознакомиться каждый желающий. Работа экспозиции продлится до конца сентября. Алих Алипшоков, Мурад Джанкезов, Вести Карачаева, Черкесия, Карачаевск. Далее прогноз погоды, а в 9.30 смотрите Вести на абазинском языке. Удачного всем дня и встретимся завтра. В Карачаево-Черкесии местами кратковременный дождь, ветер восточный 6-11 метров в секунду. Порывы будут до 12-14, температура ночью 8-13, в горах до плюс 8, а днём 17-22 градусов тепла и местами до плюс 14. В северных и южных районах высокая пожароопасность. В Черкесске без существенных осадков, ветер восточный 6-11, порывы будут до 14. Температура ночью 10-12, днём 19-21 градусов тепла и высокая пожароопасность. Редактор субтитров А.Семкин